Привет, я Артем Габриллянов, автор, сценарист и продюсер. В этом сезоне Бабл Подкаста мы со съемочной командой представляем вам фильм «Гром. Трудное детство». Мы расскажем вам в деталях, как целый год создавалась короткометражка, а вышел полный метр. Почему это не сиквел, а приквел? И где разница между настоящими и альтернативными 90-ми? Своими впечатлениями с нами поделятся Кай Гец, Сергей Марин, Олег Трофим, Данил Воробьев и другие. Слушайте интервью в новых выпусках Бабл Подкаста. Йоу, всем привет! Это Бабл Подкаст. Специальная серия подкастов, посвященная выходу фильма «Гром. Трудное детство» в студии Артем Габриллянов. И у нас сегодня в гостях оператор-постановщик «Золотая линза России» Максим Жуков. Есть такая доложитель? Я выдумал. Нет, пока такой нет. «Золотая линза». А какие есть? Просто оператор. Кинооператор. Есть кинооператор. Забыл сказать, Максим очень скромный оператор и очень хороший человек, поэтому нам будет скромничать весь подкаст. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что пригласил, Артем. Я даже не знаю, что тут говорить. Сейчас, сейчас, сейчас мы тебе разговариваем. Максим — это человек, который стоит за визуальными решениями всей картины. Это человек, который придумывает, как будет стоять свет. Это человек, который придумывает ракурсы. Это человек, который придумывает, как выглядят персонажи в кадре. И даже зачастую, что они делают. Потому что, как ты правильно мне сказал, работа оператора не просто снять красиво, а сделать так, чтобы через картинку передать суть истории и сюжет. Правильно? Да, все правильно. Мы с Олегом пытаемся сначала обработать весь сценарий, сюжет, чтобы мы визуально воспроизвели то режиссерское видение, которое есть у Олега. Я ему в этом помогаю. И также вместе с Димой Онищенко мы это все продумываем, делаем во время нашего подготовительного периода. Я буду ставить счетчик, кликать счетчиком, сколько раз Максим скромничает. Потому что ты не просто помогаешь Олегу. Я очень часто вижу, как Олег опирается на тебя и на твое мнение в работе. Поэтому, мне кажется, вы работаете прямо в таком классном совместном тандеме. У нас очень классный коллектив. И то, что Олег ценит мое и Димину мнение, это очень помогает нам в работе. То есть мы всегда как бы футболим туда-сюда идеи. Вместе с тобой, Артем. И смешно. Скорее, мои дети футболимы часто. Но я к этому привык. Расскажи, пожалуйста, вообще, насколько сложно стать оператором-постановщиком кино? Ну, по десятибальной шкале. Я думаю, что это так не измеряется. То есть те люди, которые хотят стать оператором-постановщиком, они выбирают сначала фотографию, идут, поступают в киновуз. Наверное, это очень правильное направление. Ну, в России точно. Потому что это помогает обрести связи, которые дальше помогают тебе сделать свои первые проекты. И после того, как ты потратил свои силы на обучение, на связи в разных проектах, ты начинаешь продвигаться дальше. Если ты делаешь хорошо, если у тебя это получается, люди имеют эмоциональный отклик от твоей работы, ты продвигаешься за счет этого. Успешно-успешно, хорошо делаешь свою работу, другие люди это ценят и зовут тебя дальше работать. Наверное, это самая главная вещь для продвижения. С чего ты начинал свой путь? Я закончил в ГИК. Там мы делали курсовые и учебные работы, которые нам позволяли знакомиться с режиссерами, чтобы мы их делали совместно. Дальше мы как бы обретали связи, делали это дальше. Дальше после института я начинал с клипов и рекламы, музыкальных клипов и рекламы. Но это уже все-таки профессиональная деятельность. А вот в детстве ты намекаешь, может быть, на телефон что-то снимал или на камеру родительскую что-то? У тебя были какие-то такие порывы? Прямо в детстве не было таких порывов. То есть я, наверное, отличаюсь от всех остальных, которые прямо сразу с детства занимались. Я вот более в осознанном возрасте узнал о фотокамере, потому что мне мой отец это показал, дал попробовать. И у меня появился интерес. Мой отец сам тоже закончил кинооператский факультет в ГИКа. Но по жизни так сложилось, что я об этом особо не думал или не знал. То есть у меня отец чем-то другим еще занимался в это время. Были трудные 90-е, как говорится. И вот после уже окончания школы я занимался фотографией, что мне очень понравилась. Композиция, свет, кадр. И появился большой интерес и любовь к этой профессии. И захотелось дальше поступать в ГИК. В какой момент ты вот прям понял, что это твое? Потому что учиться, знаешь, очень многие, как они учатся, заканчивают и такие, типа, блин, что-то меня вообще не хочется этим заниматься. Потому что многие идут в институт, знаешь, им либо родители говорят, либо они еще сами не определились. А ты вот в какой момент понял, что это прямо вот именно твое призвание, твое дело? Ну, сначала у меня, конечно, как и у всех, особо не получалось. Что-то были какие-то проблемы, может быть, были вопросы. После того, как я попробовал сам снимать на черно-белую пленку, проявлять и печатать, это сразу стало для меня как бы интересной отправной точкой, чтобы заниматься фотографией. А дальше, когда начали уже заниматься киносъемками, я так сильно полюбил процесс, так что, ну, не представляю, чем я бы мог бы еще заниматься. То есть у меня сам процесс работы. А что-то тебе нравится? Я просто не понимаю, что может нравиться в процессе съемки, но... Сначала мне нравилась очень киносъемочная площадка энергии, которая оттуда, ну, идет построение кадра, вот возможность создать, как называется там, английский сетап. То есть каждый кадр мы создаем, потом рушим и переходим на следующий кадр. И вот этот процесс создания, ну, меня сильно вдохновляет. И дальше, когда ты смотришь уже на цветокоррекции, на экране, то, что получается, как бы вдохновение дальше. А потом уже, когда начал профессионально работать в киноиндустрии и сделал несколько фильмов, я уже понял, что меня еще безумно интересует подготовительный процесс в кино, когда ты создаешь мир, когда ты придумываешь решения, которые ты дальше будешь воплощать. Вот этот процесс меня очень сильно сейчас вдохновляет. Как творец-творцу, я отчасти себя считаю тоже творцом. Конечно, творец. Я хочу сказать, что, знаешь, это очень такое необыкновенное чувство, когда ты, например, что-то придумываешь в голове, а потом это получается воссоздать в реальности физическую форму. То же самое у тебя наверняка. Когда ты рисуешь раскадровку, когда это все твои какие-то фантазии, идеи, они вдруг получают свое воплощение на экране. И там живые персонажи появляются, живые какие-то вещи происходят. И ты в какой-то момент чувствуешь себя просто каким-то демиургом, творцом, который из пустоты, из воздуха, приложив усилия, создает целый мир. Вот можно так сказать? Нет, я согласен, конечно, с тобой. Я считаю, что все равно то, что мы себе представляем, то, что мы пытаемся сделать, творить, это у нас в голове 40% у нас получается реализовать в финальном продукте. То есть все равно у нас в голове, в идеях, в том, что мы хотим сделать, оно больше. Представляешь, что в башке у Джеймса Кэмерона, если только 40% дается реализовать? Это еще не мои слова, это такой пират. То есть Роджер Диккенс, который это и сказал мне, ну, запомнился на всю жизнь, то, что вот эта идея, которая у тебя есть в голове, ну, надо быть счастливым, чтобы она хотя бы на 30-40% потом реализовалась. Очень круто. Да, потому что всегда наш мыслительный процесс, я думаю, у тебя тоже, он намного больше, объемнее, и все. Но я полностью согласен с тобой, что получаешь огромное удовлетворение, когда ты получаешь результат на экране от всех своих трудов, творчества. А тебе не утомительно вот это? Потому что вот я, например, на плейбеке сижу, смотрю, и я уже устаю. А ты постоянно стоишь за камерой, смотришь, что-то поправляешь, даешь какие-то команды. Как ты вообще выводишь этот график? Ну, я счастлив в этой работе. Мне очень нравится эта работа. Меня она, наоборот, заряжает каждый день. Стоишь за камерой, что-то говоришь, что-то поправляешь, а потом вдруг что-то получается. Это заряжает. Ну, значит, это неутомительный процесс. Нет, процесс идет так же, как я думаю. Ты садишься и смотришь на свой любимый белый лист бумаги. И когда начинаешь работать, и когда оно пошло, тебе же нравится сам процесс работы. Ну, да, это весело, да. То же самое, как у меня. То есть вот на площадке, ну, и даже в подготовке, и дальше в постпродакшене тоже, когда процесс идет, когда ты видишь, что что-то из этого получается или может получиться, это заряжает. И ты хочешь работать. Вот удивительно, ну, практически слово в слово. И Дима Онищенко тоже самое сказал, что мы все прям супер кайфуем, мы супертачимся от того, что делаем, поэтому нам все эти мучения и переработки, и все, они нипочем, потому что мы прям получаем энергию от этого. Ну, да, но я слышал, переработки все-таки почем-то. А не продюсорам почем-то. Да, мы тащимся, да. Но главное, как бы еще ответственность. И нам тоже нужно выдать результат. И вот это как раз сложная часть нашей работы, чтобы результат как бы соответствовал нашим ожиданиям. Расскажи, пожалуйста, про свой творческий путь. Ну, какие у тебя основные вехи в... Я понимаю, что для тебя это еще... Ты еще только идешь к пику своего мастерства, но какие у тебя уже были вехи в твоей профессии, которые ты можешь вспомнить? Я могу сам пару накидать, например. Ну, я не могу прям как бы вехи в своей профессии вспомнить. Ну, я в начале своего творческого пути, я так считаю. То есть я бы хотел как бы расти дальше и дальше, но... Ты поработал на втором юнити фильма «Викинг». Да. Ты снял фильм «Спутник», ну, в качестве оператора. Да. Это как мой такой... Ну, это мой второй технический фильм. Ну, такой первый осознанный полнометражный фильм. Да, очень хороший стать фильм. Ты снял мой огромный «Чунодоктор», «Гром. Трудное детство». И ты еще снял фильм, который еще не вышел. Да. И не выйдет. Мы можем говорить о нем, нет? Ну, я не могу ничего о нем говорить, но, да, я... Да, очень крупный фильм, да. Очень крупный крутой фильм российский. Но тебе это всего мало. Ты считаешь, что ты только, типа, набираешь скорость. Ну, я же не хочу закончить свою профессиональную деятельность. Да, я хочу как бы работать, я хочу делать новые истории, хочу искать новые решения. Ну, вот удивительно, что в кино... Это заряжает. В кино, ты знаешь, например, вот есть две профессии, которые очень быстро выходят на пенсию. Знаете, две профессии. Гимнасты и порно-актеры. Да? Порно-актрисы. Порно-актеры, порно-актрисы и гимнасты. Это две профессии, которые очень быстро выходят на пенсию. Но в киноиндустрии вообще не так. Скорсезе снимает, Иствуд снимает, Диккенс, который, ты сказал, он снимал до последних своих дней жизни. Диккенс еще жив. Серьезно? Роджер Диккенс. Роджер Диккенс жив, да. Сейчас его новый фильм выходит. Может, я похоронил ваше времени, видимо, да. Может, ты с писателем перепутал. Роджер Диккенс, он же снял «Сикарио», один из моих любимых фильмов. «Сикарио», да. «1917», сейчас выходит «Империя солнца», или не помню, как он называется. Новый фильм с Эмма Мендеса. Слушай, простите, пожалуйста, мистер Диккенс. Да, у него очень классные подкасты. Они вот... Все поддомерили, да. Ну вот, а с чем это связано, что вот такой долгий срок жизни? То есть ты как минимум еще лет 40 точно будешь планируешь снимать, да? Ну... Я не могу ничего планировать. Ну, хорошо, надеешься. Надеюсь, как бы, да, работать в своей профессии и, конечно, расти. А с чем связан такой долгий срок работы? А с чем он не связан? Почему? Вот что мы должны делать просто? Ну, в принципе, на пенсию обычно выходят, а, знаешь, ну, там, типа, в 55-60 лет. Очень сложно, например, устроиться человеку на работу, даже там какую-нибудь, условно говоря, таблички в Excel заполнять, потому что, ну, говорят, что ты уже не вывозишь из-за возраста, из-за, там, усталости, еще что-то. А кино люди продолжают снимать и снимать даже при полном возрасте. Ну, я не думаю, что это как бы прям зависит от профессии или индустрии. Наверное, от человека как бы зависит. Уоррен Бафф, по-моему, тоже не на пенсии еще. Ну, кто выгонит, он глава всего чего-то можно. Да, и так же, как бы, вот мы в нашей профессии тоже, мы как бы все-таки операторы, режиссеры, художники. Мы же не работаем прям отдельно на компанию. Обычно так. Мы как фрилансеры, мы сами для себя решаем. То есть, ну, у фрилансера особо нет пенсии или выбора выходить на пенсию. Если работа позволяет тебе работать, и ты тренируешь свои мозги, хотя бы как-то заботишься о своем здоровье, то это, ну, та работа, которой мы с тобой занимаемся, она как бы становится частью нашей жизни. Потому что так киноиндустрия устроена, что это очень увлекательная и, ну, забираешь из всего тебя процесс. Так, наверное, какое-то такое, как сказать, правильно, чтобы не звучало неправильно. Высасывает. Ну, засасывает. Засасывает, да. Слушай, но у тебя же, по сути... Ну, это просто интерес как бы по жизни. То есть, и ты видишь, что другие люди это могут делать как бы долгое время. Ну, не все так. Не все. Кто-то уходит на пенсию. Но если у тебя есть желание, почему бы не работать? То есть, я просто для себя в голове не вижу, ну, сейчас не вижу или пока не вижу жизни на пенсии и то, что как бы на пенсию можно рассчитывать и как бы понижить. То есть, у меня нет таких мыслей просто в голове. Понял, понял. Ты сказал сейчас такую вещь интересную, что это прям супер важная работа, которая тебя всего засасывает. Получается, ты очень внимательно подходишь к выбору фильмов и проектов, над которыми ты работаешь. Да, я стараюсь это делать. Прямо супер подробно. Читаешь сценарий. Да, узнаю. Меня интересует, с кем этот проект что делать. Потому что, ну, проект, он там... Обычно они не маленькие, занимают полгода твоей жизни. И очень важно, кто тебя окружает, какие люди. Сможете вы с ними сработаться? Могут ли быть твои идеи, которые у тебя есть, оценены этими людьми? Сможете вы все это вместе делать? А не будет ли твой труд впустую, да, потрачен? Да, вот это самое страшное для меня. То, что ты теряешь полгода жизни на что-то, что... Ну, впустую. Пока у меня есть такая возможность. Мне предлагают проекты, да, могу выбирать. Слава богу, ты не Роберт Дониро, у которого куча долгов. Это я не знаю даже. А ты знаешь, что у него же жена открыла какой-то бизнес свой, и он влез в огромные долги из-за этого бизнеса. И он поэтому вынужден был последние лет 10-15 сниматься во всяких ужасных фильмах, каких-то дурацких комедиях, еще чем-то, просто чтобы, ну, закрывать все эти долги и чеки. Да, нет, не знал об этом. И он прям, да, психовал на этот счет часто. Ну, я очень мало фильмов с Роберт Дониро видел, но недавно видел куски фильма Дамба, где он вроде прекрасно себя чувствует. А скажи, такой провокационный вопрос тебе задам. У нас в России, именно в России, больше хороших операторов или больше хороших режиссеров? Без имен. Ну, я могу сказать так, что у нас в России, в принципе, больше режиссеров, чем операторов. В принципе? Да. То есть если смотреть на каких-то там сайтах, где люди выкладывают свои портфолио, то есть не только кино, но и там рекламные индустрии, почему-то себя так сказали, что режиссеров больше, чем самих операторов. Не знаю, будет ли это меняться или нет, но... Ну, и, соответственно, режиссеров хороших больше, чем хороших операторов. Ну, если по постоянному соотношению судить. Ну, как бы не мне судить. Еще один раз, когда Максим скромничает. Ну, правда, не мне судить, так как я оператор. Не имею права. А у тебя есть список, ну, у тебя лично твой? Я не буду сейчас спрашивать, но это список, например, режиссеров, с которыми ты не будешь работать, в принципе, ну, там, по каким-то своим убеждениям. У меня нет списка, как бы, это просто сумма факторов, которые могут сложиться. Давай поговорим с тобой о фильме «Гром трудно детства», потому что это твоя новая работа, которая выходит уже совсем скоро, 1 января 2023 года. И я бы хотел тебя спросить о том, что ты для себя нового открыл и как ты вырос профессионально в плане работы, например, с того момента, как мы сделали «Майор Громчевный доктор». Потому что я вот смотрю на экран, я понимаю, что все, абсолютно все, работавшие над фильмом, а так получилось, что у нас практически команда вся взяла и перешла на трудное детство, что все очень сильно выросли. Прям очень сильно это заметно. Это заметно по драматургии, это заметно по наполнению в кадре, это заметно по артистам, ну, по всему. Вот я хотел у тебя конкретно спросить, как ты считаешь, в чем ты конкретно вырос за этот срок, там, полтора-два года? В плане моей профессии, как бы, у меня был опыт на двух больших картинах, как одна из них, как раз мой «Майор Громчевный доктор». После этого, наверное, сложность была, как бы, реализация тех наших идей, которые мы хотели реализовать в более, ну, более маленьком формате, потому что наши фильмы, как бы, часовой, да, изначально он меньше, из 40 минут планировался. Как бы нам надо было успеть реализовать все идеи, как бы, за то время, которое есть. И, наверное, опыт работы на больших картинках, как бы, позволил понять, что все-таки нужно для нас, чтобы это сделать, а что, от чего мы можем отказаться. Как бы, вот эти баланс весов, то есть взять все, что мы сможем сделать в этом проекте, но постараться сделать на максимально высоком уровне и убрать те ненужные вещи, которые мы понимаем уже сейчас, могли бы просто, ну, как бы, дорожить или ненужные были бы, они бы вырезались позже. То есть опыт просто помог принимать решения в плане, там, и оптимизации, и постановки света, сцен, съемок, съемочного периода, то есть опыт. А есть ли что-то, например, что тебе хотелось делать, но не получилось? Какую-то новую приблуду там или что-то? Нет, что-то хочется еще, но, как бы, оно не происходит. Это всегда будет, там, сейчас прямо так не вспомню, но, как бы, всегда есть какие-то люди, которые выходят. У них авторобот, не знаю, что там. Нет, там, в плане операторской техники, я не такой, как бы, фанат, что нужно вот прям это или то использовать. Ну, как бы, в плане, там, рассказа сцены, или, там, больше времени, или, там, дорассказ чего-то еще больше, больше объектов, больше, как бы, натуры в нашей картине. Наверное, этого хотелось бы больше, да. Там уже посмотрим, как это все сложится. Какой у тебя самый любимый был сетап или съемочный день сцены? Можешь сказать сейчас? Могу вспомнить самый нелюбимый. Это, наверное, наш первый съемочный день. В лесу? Да, в лесу. В лесу, с мотоциклом ночью. Да. Да, это, как бы, такое, то, что это был у нас такой первый пристрелочный день, но технически он был сложный. Как бы, для меня точно, потому что это ночь, лес, что мы видим, что мы там не видим, а большой сетап по свету. И, как бы, по-хорошему было бы это лучше, там, чуть позже делать, когда уже группа более слаженная. Ну, то есть, не мы из творческой части, а больше, ну, вся наша съемочная группа, там, наши все сто человек понимали друг друга. Любимый день? Нет, мне кажется, на Исаакиевской площади, когда мы снимали. Ой, да, хороший день был. Хороший, ну, да. Светлый. Там как-то все сложилось, как-то все так... Вовремя реализовано, хватало времени на все. Ну, да, мы сняли сначала проходку, а потом мы еще для хроники много наснимали, там. Классно было. Ты сейчас... Ну, это по ощущениям, как бы, вот. Хороший. Ты мне сейчас сказал про лес, я вспомнил. Я тебе рассказывал эту байку про Линча и оператора, как они спорили в лесу? Да. Очень напоминает вот эту штуку, да, что высветить, не высветить. Но в итоге мы не особо там много приборов ставили, насколько я помню. Нет, немного, да. То есть мы тоже, ну, как бы, под нашу конкретную задачу. А что ты можешь сказать про логово Анубиса, про вот эту всю секвенцию огромную с ритуалом, со всем? Как тебе вообще это было все? Я поражен, что у нас это получилось как-то воплотить. Скажи реально. Нереально казалось бы вообще. Мне казалось, что это что-то было такое недостижимое, или то, что мы не сможем дотянуться по тому, как было написано в вашей драматургии, как это хотелось воспроизвести. Это было такое для нас, как бы, такая самая верхняя полка, до которой мы не могли дотянуться. Ну, огромное спасибо Диме Онищенко. Я думаю, он в первую очередь очень помог в этом. То есть он как-то все собрал, сделал, объединил эти все объекты. Ну да, вот я говорю, то есть я когда пришел, я обалдел, потому что настолько это разительно отличалось от того помещения, в которое мы изначально заходили. Но я, например, себе не могу так досконально и воочию представить вот помещение, как, например, Дима это может, да? И когда я каждый раз прихожу, что в полицейский участок, что вот в это логово Анубиса, и я такой, вау, как это вообще возможно в принципе? То, что получилось запечатлеть на экране, это огромная благодарность тебе и Олегу, что вы все так грамотно выстроили, поставили свет, не свет, там этот огонь, куча всего. Декорация, как это могли вообще разрешить. Да, это все супер выглядит, знаешь, вот это очень выглядит прямо по киношному. Это, знаешь, вот я такой пример хотел привести, как очень похоже на фильмы с Индианой Джонсом. То есть вот тоже, знаешь, какое-то такое ощущение таинства, какого-то нереальности происходящего, что-то такого, знаешь, вот оно как-то присутствует в кадре, и вот то, например, вот этого мне не хватило, например, в последнем фильме про Индиана Джонса, который Королевство хрустального черепа, там вроде все есть, там эти обезьяны, это все графика, все, но нет вот ощущения, что это что-то неестественное, но при этом в нашем мире. И вот вам удалось это прямо просто все взять и запечатлеть, и это останется навсегда с нами. Спасибо. Ну, я недавно смотрел как раз, видел новые трейлеры Индиана Джонса, и он, конечно, вдохновляет. Ну да. На свои как бы насыщенные... Мне кажется, они смогли опять вернуть вот эту эстетику, которую они потеряли в четвертой части. Я всех спрашиваю про квартиру Игоря Грома. Хотел узнать вообще, с какими эмоциями ты заходил опять в квартиру, на съемочную площадку. Наверное, как бы моя изначальная проблема, что у нас такое большое классное окно, а самая дальняя стенка от этого окна так далеко всегда была, что там ничего не видно было. И с этими эмоциями я заходил как раз в павильон, когда вот это построили, и то, что мы чуть сократили саму декорацию, от этого она в кадре не стала, меньше выглядит, но как-то она правильнее, пропорциональнее стала. Наверное, расположение окон и как бы расположение мизансцены в этой квартире, то, что она не такая большая, что как бы они правильнее стали. Ну, ты, я заговорил больше именно с технологической стороны. А вот какие у тебя эмоции были? Эмоции? Ну, опять этот диван. У тебя не было ощущения, что ты в чём-то таком очень приятное воспоминание какое-то в детстве? Ну, как бы воспоминание приятное, но когда ты заходишь по работе туда, ты сразу думаешь, так, этот цвет стен правильный, такой же был, не такой. Почему печка другого цвета? Почему вот это так, это так, так, так? И на эмоции, наверное, времени не хватает. Хорошо. Ну, воодушевляет, наверное, да, особенно. Мне кажется, его вообще не очень легко вывести на эмоции, прям такие яркие. Но, мне кажется, это могут сделать дети. Могут. Да, вот. А, собственно, следующий мой вопрос, он как раз про этот. В фильме «Трудное детство» очень много посвящено отношениям отца и ребёнка. Что ты можешь, как отец, сказать на этот счёт? Вообще, в принципе, методы воспитания, общения с ребёнком. Мне очень интересен твой мысль на этот счёт, потому что вот я знаю, у тебя замечательный пример, что у тебя, не знаю, насколько это можно говорить, нельзя, у тебя дочка покрасила волосы в один момент. Ты вообще спокойно задышил. Ну, да, она этого хотела, как бы она попробовала, получила. Это очень нетипичное поведение для родителя, вот, по крайней мере, в нашей стране. Причём, ну, дочка, она не подросток даже, она, ну, совсем маленькая, да, была сколько, 8 лет, 9. Ну, да, как бы сейчас все это пробуют. Да, вот расскажи про твой подход общения с детьми и отцовского воспитания. Ну, помогать детям, давать то, что они просят, как бы чтобы они сами для себя решали, что это хорошо или плохо. А если это плохо, показать им, почему это плохо. То есть такой вот подход, ну, и как по нашей истории, ну, в фильме, я имею в виду, мы понимаем, что для нас, родителей, нам надо больше времени с детьми проводить. Мы должны помогать принимать решения, помогать им принимать решения, так сказать. На собственном примере, в основном? Ну, не на собственном примере, или как бы анализируя ситуацию вместе с ними. То есть эти дети нас очень любят, и они правильно что-то просят от нас больше времени и внимания. А как ты с этим справляешься, например, вот? Потому что я, например, тоже уезжаю там в командировку, ну, пропадаю надолго. Да, как бы с этим сложно справляться, как бы не то, что я могу сказать, что я правильно с этим справляюсь, но больше звонить, общаться и пытаться организовывать встречи, как бы быть больше семьей. Либо выбирать так проекты, чтобы это не было постоянно что-то в экспедиции, это тоже как бы часть. Но это очень такой хрупкий баланс. Ну, я вот, например, с детьми в Харстоун играю часто. Они восстановили Харстоун, мы играем на расстоянии даже вечерами, если я там где-то в Питере, получается. Ну, я бы мог бы так попробовать, но сейчас как бы школа, учеба для моей старшей дочки важнее, поэтому Харстоун выделил бы это все. Ты проверяешь оценки, там все такое, как-то в штрогере? Я недостаточно часто проверяю и должен чаще проверять. Ты хороший полицейский? В основном, да. В семье, да. Я про себя могу сказать, что я даже не хороший полицейский, я прикольный полицейский. Да, прикольный, да. Системски можно поиграть, пожаловаться. Я всегда приколдесничаю как-то или что-то такое. Я помню, у меня один раз сын получил двойку, там такая была ситуация, что он, типа, очень сильно переживал, он не знал, как я отреагирую, и я увидел это, и чтобы, ну, излишне не травмировать, ничего, я, знаешь, я просто упал на колени, картину вскинул руки вверх, сказал, нет, за что мне эта двойка? И ему так это понравилось, и он, ну, типа, вообще абсолютно отпустил эту ситуацию, ну, типа, перестал переживать этой двойке несчастной. Но он не пытался еще одну двойку получить, чтобы получить такую же реакцию от тебя, да? Чтобы еще, интересно, бабу выкинет. Нет, нет, к счастью, нет. Такой вопрос. Давай поговорим про наше детство. Все-таки фильм про 90-е, трудное детство. Расскажи, как твое детство прошло в 90-е? Мое детство в 90-е прошло не в этой стране. То есть я каждым летом был в России, как бы видел Россию в 90-е, но в основном жил не тут. Потому что родители переехали на определенное время в другую страну, там работали, вот я там провел свое детство. Ну, для тебя это, наверное, вообще было шоком. Ну, то есть мы-то все время жили в 90-х, а ты приезжал на лето, и просто охреневал. Но я не охреневал, потому что в детстве ты не понимаешь, что такое плохо, что хорошо. У меня в семье было довольно спокойно в 90-е. В основном не было того, что как бы запоминается, как яркие негативные эмоции. Ну, вот у людей остается от этого время. Просто все равно все как бы жили, и эти негативные эмоции остались, они запомнились, но было много и позитивных эмоций, которые размазываются в негативе. Поэтому я бы не сказал, что все было плохо. То есть как бы сейчас как бы вспоминаю, что то, что я видел, это то, что я пережил 90-е, это наоборот хорошее воспоминание для меня. То есть тебя они вообще обошли стороной, или ты что-то помнишь такое прям супер, такое странное, яркое? Нет, у меня были какие-то странные, яркие вещи, как бы там даже и не в России, но в основном сейчас как бы просто это вспоминается как хорошее время. Ну, потому что мы были дети, да. Оно как бы так, что теперь оно перешло в воспоминания. Нет, значит, это не то, что ты сейчас... Даже если что-то страшное было, но оно относительно хорошо закончилось, ты всегда вспоминаешь это с улыбкой. Ну, потому что ты типа пережил эту ситуацию. А, хорошо, тогда расскажи, а как у тебя были в 90-е не в России? Расскажи про свой опыт в другой стране. Ну, я жил, как я люблю, многие дети, я ходил в школу. Вот мой как бы день был построен. Все, у вас не было никаких приколюк там каких-то... Вы не взрывали петарды, вы не залазили на стройки, вы... В основном нет. То есть мы больше занимались спортом. Спорт, школа, погулять с друзьями, там, с родителями на выходных. А лето в основном Россия проводила на даче у своей бабушки и дедушки. А тебе завидовали, например, вот твои ровесники на даче? Ну, то есть они говорят, о, это Максим там, типа, пришел там, иностранец, не знаю, что с вами говорили. Ну, у меня так сложилось по женщине, что я всегда чужой в любой стране. Ага. То есть как бы то, когда я там жил, то есть я был из России, когда в России я не из России. И вот так все сложилось, что кто-то завидовал, кто-то не завидовал. Ну, как бы ощущение того, что ты чужой человек, как бы оно всегда было. Как-то грустненько звучит немножко. Ну, как бы, дети, мы же сами как бы так определяем для себя. Я помню, у меня знакомые, дальние родственники, они уехали из России в 90-х как раз, потому что, ну, что-то им совсем было тут трудно жить. И они уехали в Штаты и очень долго не возвращались. И когда они вернулись, прошло уже там типа 20 лет, и они, конечно, были в абсолютном потрясении. Ну, типа, что вообще, как происходит, то, что все. Все, потому что, ну, у них совершенно уже другой уклад жизни и отношения с людьми и все другое. А тут он приехал вроде как бы на свою старейшку родину. Он уезжал, знаешь, там, когда ему было 9 лет. Он приехал там, когда ему 29. Все поменялось, и он вообще не смог даже и неделю тут нормально прожить, прокоммуницировать, потому что для него все было максимально неестественно. Но ты сохранил, да, какие-то все-таки принципы коммуникации и общения и существования в России, несмотря на то, что ты в детстве не жил в России. Или ты перестраивался, когда ты обратно переехал сюда? Как тебе это было? Ну, это, естественно, пару лет перестраиваешься, когда переезжаешь. Но я же тоже вернулся как бы с родителями сюда, не закончив еще школу. То есть школу я закончил в России. И за это время, да, ты просто получаешь огромный опыт как бы там, где ты жил, куда-то переехал, и все это смешивается, и ты перестраиваешься. И я как бы... Все равно я родился в России, как бы вернулся в Россию. А ты лучше говорил по-русски или по-английски, когда ты вернулся обратно? Когда я вернулся, лучше по-английски говорил, потому что, ну, школа и все, обучение было на английском языке. Тебе не говорили англичанин Макс или что-то такое, какое-то прозвище дали? Да, ну, нет, англичанин Макс нет, как бы там что-то другое говорили. Ну, просто сейчас не вспомнился. Битлз, нет, такого не было. Ну, типа, англичане, Битлз, жуки, вот такое все, типа. Ну, я понимаю, да. Но я в Англии не был. Не в Англии, нет. Хорошо, а ты вообще тогда... Насколько тебе близки все вот эти вот понятия детских артефактов в России в 90-х? Жвачки, наклейки, приставки, картриджи, вот, и всякие кассеты музыкальные? Нет, Дэнди... Я понимаю, что такое... Ну, Дэнди и все такое, я понимаю, что жвачка ловы, наверное, меньше. Там больше уреглись сперменты, я всегда любил 90-е в детстве. Плоские такие, да? Да, да, плоские. Ну, в основном, вспомнился пиратские фильмы, все пиратское было. В Джинсах ты, наверное, приехал? В Джинсах я приехал, да. Да, и все так смотрели, ну, ничего себе, фирма, там, да, Ну, это ты говоришь сейчас про ранние 90-е все-таки. Да, мне кажется... Твое и мое детство, оно в такое больше поздних 90-х было, когда мы запоминаем. Ну, да, типа вот 95-96-й, вот это вот, мы уже в таком возрасте, там, 8-9-10 лет. Да, то есть у меня уже в голове такое, ну, ощущение, что все уже было. Как бы, то есть не было такого, что чего-то прям сильно не было. Ну, смотри, это, например, в Москве. То есть это не 80-е... Это, например, в Москве, а я сам родился в Ульяновске, и мы переехали в Москву, когда мне было 10 лет. Там вообще такая тема, что в глубинках, и, в принципе, не в суперкрупных городах, время, оно замедляется, ну, как-то, знаешь, оно докатывается, условно говоря, так волной расходится по всей стране от Москвы. Да, я понимаю, половина в России в Ярославле живет. Да, 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 сейчас, как бы, мне кажется, в каких-то маленьких городах сейчас все еще нулевые. Все еще происходит. Надо им сказать, чтобы они биткоины покупали там, я не знаю, что... Ну, я бы не советовал сейчас. Слушай, у меня тогда к тебе небольшой Блиц. Не знаю, как ты на него ответишь. Я просто всем сдаю Блиц. Гриндерсы или кроссовки? Гриндерсы. Турбо или Love Is? Love Is. Хотя я ни то, ни то особо не ел, и жвачки не люблю просто. Ладно. Аква или Продиджи? Продиджи. Марс или Сникерс? Марс. Дэнди или Сега? Сега. Ну, точно, кстати, Сега. Вот Сега я намного лучше знаю. Ты играл, да, Сега? Да, больше помню, чем Дэнди. Дэнди — это совсем вот самое-самое детство, и это как бы больше мои родители пробовали играть, чем я сам. Ничего себе, это как... У меня родители вообще не играли в видеоигры никогда. Нет, ну, как бы... У тебя было такое? Я очень загибнул. Я помню, что мне было два или... Нет, три или пять лет. Пять лет, но Дэнди не мне точно покупали. У меня к тебе тогда последний вопрос, который я задаю всем членам съемочной группы и всем актерам. Плакал ли ты на просмотре фильма «Гром трудное детство»? Я думаю, у меня как бы глаз дергался, слезинка появлялась, но я жду все еще просмотра, когда все собрано. Вот тогда, наверное, будет какая-то эмоция. В кинотеатре. Когда в кинотеатре звук, изображение все вместе будет. Да, вот это как бы... Я все это еще ожидаю. То есть такого не было просмотром у меня. Мне кажется, это будет, если честно, я буду очень гордиться, если я смогу именно тебя вывести на эмоции, потому что ты самый такой неподдающийся на... Во время съемок я чувствовал эти эмоции. И все эмоции, которые Кай играл, это очень-очень сильные эмоции, как бы... Я бы сказал, даже больше слезинка была бы на площадке, наверное, чем уже. Ну, узнаем, расчувствовался Максим или нет. 1 января 2023 на Кинопоиске. Я надеюсь, ты будешь смотреть. Я тоже буду смотреть, хотя я кучу раз уже видел фильм и все еще посмотрю прямо там на премьере онлайн. Максим, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что у тебя очень загруженный график, и ты, в принципе, не любишь такие вещи. Но мне очень приятно, что ты согласился. Спасибо большое. Я надеюсь, что тебе тоже очень понравилось говорить, потому что мне очень понравилось, было очень весело. У нас в гостях был Максим Жуков, оператор-постановщик, и это был Bubble Podcast. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok